В Самарской библиотеке номер 8 прошел час памяти, посвященный самарским бойцам, погибшим 1 января 2023 года в Макеевке. Школьникам рассказали о погибших героях, о том, как в регионе сохраняют память о бойцах. Главная наша сила – это общая память. Если мы будем ее хранить, так же, как мы храним память о героях Великой Отечественной войны, если мы будем хранить и память об участниках СВО, то нам ничего не страшно, и наша история будет обязательно продолжаться. На выставку были приглашены ученики 8-го Г-класса школы номер 58. Им представили книги об СВО, рассказали о четырех муралах в Самарской губернии, которые изображают героев спецоперации. Два мурала находятся в Самаре – это изображение солдата с ребенком на руках на одном из домов и изображение полковника Руслана Руднева на фасаде школы номер 72, выпускником которой он был. Учащимся также рассказали о той помощи, которую жители Самары оказывают бойцам. Сами школьники тоже состоят в волонтерском отряде и помогают со сбором гуманитарной помощи с плетением маскировочных сетей. Дети даже знают, что, например, сети, которые осенний период, например, или летний период – это одного цвета. Зимние сети – это белая ткань, да, то есть цвет снега, например. Дети уже очень хорошо ориентируются в этом плане. Среди участниц – волонтерского отряда «Нон-стоп», ученицы восьмого класса – София Авдеева и Варвара Сивакова. Они тоже плетут маскировочные сети, оказывают помощь фронту и бойцам. За нас стоят, нас защищают. Хотим сказать спасибо. Хотим пожелать им хорошего здоровья, чтобы все вернулись домой, к своим близким, упорственным. И оставались такими же смелыми, мужественными. На мероприятии школьников познакомились с книгой Михаила Федорова «Герой СВО. Символы российского мужества». А также рассказали про икону светлой памяти павших воинов Самарского батальона в городе Макеевке. Новокуйбышевского художника и иконописца Александра Просвирнова. Андрей Бессонов, Максим Беспалов, Игорь Казановский. События. Новокуйбышевского художника.